Здравствуйте, меня зовут Светлана Бабинцева, я юрист и представитель офиса Светланы Тихановской по правовым вопросам. Скоро 3 июля, день независимости, и поэтому сегодня я хочу поговорить о том, в каком состоянии сегодня независимости и суверенитет нашей страны, а также о том, какое, собственно, отношение имеют оба этих слова к нашей с вами обычной жизни. В каждой стране права и обязанности суверенного государства содержатся в Конституции. В нормальной стране Конституция — это не просто книжечка с правилами, которые государство нарушает, когда захочет по своему усмотрению. Конституция, по сути своей, — это учредительный документ, в котором изложены основные цели создания государства. Честно сказать, лично мне близка теория общественного договора, которая определяет Конституцию как соглашение между народом и государством. Ну, наверняка каждый из вас подписывал в своей жизни договоры, где определяется взаимоотношение сторон. В данном случае стороны — это государство и народ. Сторона 1 — народ, обязуется делать что-то и взамен требовать реализации своих прав. Сторона 2 — государство, обязуется реализовывать эти самые права в обмен на выполнение обществом его функций. И это надо для того, чтобы страна правильно функционировала, для ее развития. В конечном счете, Конституция — это и есть общественный договор, который должен быть взаимовыгоден для обеих сторон. И представители государства должны выбирать народ, который, по сути своей, является непосредственным работодателем каждого депутата, каждого силовика, каждого министра и, разумеется, президента. И вот если понимать Конституцию как договор, то у каждого в голове может появиться много вопросов. Неужели мы и правда договорились, что чиновники, силовики, милиционеры, а не пенсионеры, врачи и учителя будут иметь привилегии? Мы правда договорились о том, что для поддержания порядка мы должны бояться милицию? Что и от кого охраняют правоохранительные органы? Чье право на неограниченную власть? И разве мы договаривались о том, чтобы предоставить территорию нашей страны для военной агрессии на соседей? Вот что случается, когда государство перестает выполнять свои обязанности. В ответ общество перестает выполнять свои. Например, как это произошло в 2020 году. Люди перестают выходить на работу, платить налоги, выходят на улицы и требуют отставки властей. Вы скажете, что это противоправно? Нет, все эти права предоставлены Конституцией. Право на выражение своего мнения, право на забастовки. Но что делать, когда власти не согласны уходить? Мы хорошо об этом знаем на своем опыте. Государство использует насилие и запугивание, чтобы люди продолжали выполнять свои обязанности перед государством, отказываясь при этом выполнять обязанности государства перед этими людьми. Я много общалась с разными, с самыми разными белорусами, и могу сказать, что внезапного беспричинного задержания опасаются сегодня многие. Особенно в ситуации, когда государство ограничивает собственный народ даже в праве на выбор адвоката. Когда вы представляете себе слово «демократия», отцветьте сами себе на вопрос, справедливо ли, что в условиях войны и кризиса одним, охраняющим власть от народа, повышают зарплаты и премии, предоставляют льготное жилье, пока остальные белорусы теряют работу, не могут оплатить лечение или учебу детей. Когда вам задают вопрос, согласны ли вы с изменениями в Конституцию, подумайте, о чем бы вы хотели договориться с государством? Хотите ли вы поликлиники без очередей и современные лекарства? Хорошее образование для детей и дипломы, которые признавали бы во всем мире? Доступное жилье, за которое не пришлось бы расплачиваться вашим внукам? Да, для того, чтобы этого добиться, предстоит большая и непростая работа. Да, на мой взгляд, в работе офиса Светланы Тихановской есть что поменять к лучшему. И поэтому я здесь, и очень надеюсь, что в этом помогут и мои профессиональные знания. Безусловно, необходимо каждый день работать над тем, чтобы белорусы не сталкивались с дискриминацией по национальному признаку. Но не стоит забывать и о том, о какой Беларуси мы мечтаем. Для того, чтобы в Новой Беларуси работали законы, нужен независимый экспертный совет, не связанный ни с какими политиками или политическими партиями, ни с какими структурами, не может и не должен один человек решать, по каким правилам будет жить общество. Надеюсь, что вместе с юристами, правозащитниками, представителями демократических сил и гражданских инициатив мы сможем доработать акт реабилитации. Его концепция уже предложена командой Светланы Тихановской, но сейчас, на мой взгляд, он нуждается в расширении и дополнении, в том числе в отношении тех наших соотечественников, которые помогают в борьбе за свободу Украины. Главная цель – совместными усилиями приублизить день, когда мы сможем построить новую демократическую, суверенную и свободную Беларусь и вернуться домой.